Друзья мои, добро пожаловать. Это у нас ужастики. Не по понедельникам, конечно, но здесь-то в чём прикол весь. Я увидел, что у американцев популярна стала фишка сделать три хоррора в одном ролике. Я подумал, давай тоже отберём три видоса. Точнее, нет, мы сделаем один видос, но отберём сюда три игры. И один из ужастиков называется Фил... Надо речевой аппарат разрабатывать перед такими вещами. Филбрид. Филбрид. Как-то так, но Google не знает перевод этого слова. Если вы его знаете, пишите. В общем, нас встречает господин Тараканчик, и это вроде бы как игра, сделанная студентами для какого-то конкурса. В общем, вот такие вот дела. Мы такие игры уже обозревали, и она типа страшная. Давай посмотрим. Это первая только игра будет. Ай, блин. Добро пожаловать. Вы хотите туториал прочитать? Нет, не хочу. Нахреневаш туториалы. Я думаю, что мы и так справимся. Короче говоря, бездомные в штате начали пропадать, и надо, короче, разобраться с этим. То есть люди начали пропадать без вести, в данном случае это бездомные чуваки из штата Мичиган. Чувак из этого же штата отправляется, типа водила грузовика отправляется на поиски этих ребят в приют, где они должны быть якобы находиться. Видишь, какая точная мысль, блядь, донесена у нас. А чувака зовут Луи Бартон. У него есть определенные документы, и он хочет понять, что происходит, короче. Я все понял. Я силой мысли все уже давно понял и прочитал. Ужастик. Ну, блядь, аж шея хрустнула. Прикинь, вот она бы так хрустнула, я бы так, смотря, я бы такой, всем привет. А потом хуяк обратно, и все нормально. И все хорошо. Начало как в Грэнни практически, выход. Спасибо. Самый лучший хоррор, самый топовый, самый прекрасный. Я начал играть, какую-то херь мы тут поплели, вышли. Я бы так делал во всех, короче. Вы вернулись назад и сказали своему, короче, товарищу, что вы ничего не нашли в этом месте. Но вы очень быстро вернулись с каким-то рапортом в какой-то там офис, и тут заканчивается игра. Спасибо, что поиграли. Я еще не поиграл. Я просто нажал кнопку выхода. А, игра. Спасибо. Игра, короче, вылетела на рабочий стол, я скукужился, блядь, как ежик какой-то. Ну, нормально, это нормально. Давай еще раз запустим. Я прямо даже не буду застанавливать. Видишь, я аж ярче стал, потому что экраны начали светить белоснежным небесным цветом мне в лицо. Игра говорит, попробуй еще раз. Давай попробуем еще разок. Хотите туториал? Нет, не хочу. Классно. Я знаю так спидраннеры, когда играют, они так пролистали и ушли. В общем, давайте вернемся к повествованию дальше. Это приют. Здесь были бездомные чуваки. И какая-то магия, какая-то небесная сила. Наверное, вот этот рогатый чел. Что-то с ними сделал. Звук пишется вообще? Нормально. А то я сейчас такой бла-бла-бла-бла-бла. Кстати, уточка где? Где моя уточка? Где моя утка? Ёпта. Утки нет. Сегодня без уточки. Ладно. Шутки шутками. Но мы оказались в этом месте. Это точно грани, я тебе говорю. Я тебе отвечаю просто. Ю, ты, короче, прав, Салли. О, Салли. Скоро выходит Салли Крам Салли. Ну, не скоро, но когда-то в будущем, в обозримом. Салли Крам Салли должен выйти. We shall never have trusted crazy facts. Вот crazy facts мы знаем, как переводится, да? Как сумасшедший трах. Нет. Шутка. А то сейчас еще маленькие дети, друг, смотрят и подумают. Мама, мама, там дядя перевелся от английского. Crazy facts. Не надо нам этого. Нам этого делать не надо. Хорошо. Упарываемся дальше. У меня просто еще две игры впереди. Поэтому я как бы, понимаешь, мы всегда как записывали. Мы в один хоррор поиграли, выложили. Все счастливы, все довольны. Мои клетки тоже нервные. А тут еще две игры. И они не менее ебанистические, наверное, чем это будет. Блядь, что это такое? Это что? Это страшно? Это у тебя было страшно, страшно. Ладно. Блядь, я, наверное, угарно потрясся, да? Уйди, блядь, уйди от меня. Ты козлина сраная. Это что? Это бездомный? Чего два метра ростом-то? Хороший бездомный. Блядь. Такой вот звук получается. Стопэшка. Подожди, ублюдок. В ролике, который я видел, отразра... Бум-бум. Пистол. О, отлично, спасибо. Игра влетела снова на рабочий стол. Я еще предприму одну попытку зайти сюда. Хорошо. Там были патроны. А там, где лежат патроны, это как яблоня от яблони недалеко падает. Патроны должны всегда находиться рядом с оружием. Так, записон брать не буду. Я подумал, что там что-то есть. О, вот волына. Видишь, невнимательный, ептель. Невнимательный бывает такое у нас. Фак ап. А, пик ап. Ты нашел старый глок. Как его выбрать, блядь? О, нормально. Второй ублюдок. Сака, бля. Сака, бля. Сака, бля, чтобы вы понимали, это не ругательство. Сака, бля, это когда ты понимаешь, что ты победил над вот таким вот позорным ублюдком. Что это вообще такое, блядь? Что это? Что? Студенты его слепили из баночек, что ли? Или что? Что это за монстр? Какой-то он стрёмный. Он, наверное, как ебалошка какой-то. Тут бумажки какие-то. Валяются. Пошли. Теперь я могу гордо откинуться назад. Нормально. Гордо откинуться назад, и мы можем смело зайти сюда. Забрать патрики, которые здесь лежат. Забирай, придурок. А мне не надо патроны брать, да? Уже зачем? Он подумал, нахерать ей патроны? Ты такой охеренный, можешь без патронов тут драться. Нет, всё-таки надо, видимо, патроны забрать. Но они не забираются ни на какую кнопку, поэтому я просто пройду дальше. Я не говорю, что это будет классный хоррор. Я в него ни разу не играл, поэтому... Давай погромче сделаем. Здоровки! Хэдшот, ублюдок! Мне кажется, что автор очень сильно любит Silent Hill. Там получается забавный звук. Письмена. Письмена мы тоже брать не будем. В общем, бездомных нет. Как мы поняли, бездомных... Погромче сделаю. Как дверь открывать-то? Это вода или это так звук показан? Типа, чтобы мы понимали, а там какой-то звук есть. Что за хуйня здесь творится, бля? Бля, ебать, что это было? Бля, ты что делаешь? Ешь отсюда, собака. Бля, три патрона, бля. Бля, пацаны, спокойно. Тихо, 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 тихо. А патроны там были? Пиздюк, спокойно. Бля, это было закрыто, по-моему. Подожди, это же дверь была заперта. Патроны, 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 патроны. Придурок, патроны бери, идиот, блядь. Ой, мне пиздец. А, уйди. Уйди нахер отсюда. Да ну нахер. Какая-то дичь, блядь, происходит. Просто мозгово-носящая. Я предлагаю посмотреть, что у нас там еще за игрушки-то были. Я думаю, что вы даже не успели, наверное, соскучиться, да? Я тут где-то читал, что вообще надо улыбаться всегда. Представляешь, если бы я всегда улыбался в любой ситуации. Вот у меня, короче, свело, допустим, мышцы лица. Я такой всегда улыбаюсь. Ты всегда понимаешь, что все хорошо. Плохо быть не может в игре под названием Blame Him. Давай, 126, 128 FPS. Меня безумно радует. Ясука Таира и Яума Таира. Эти господа, по-моему, уже что-то раньше делали, если я не ошибаюсь. Это же какая-то игра у них точно была. Только какая? Вот хрен его знает, какая. Ну, какая-то была. Как я и обещал, это вторая наша игра в этом выпуске. Я думаю, что это интересно. Я говорю, увидел. Я просто подписан на нескольких ребят. Я уже рассказывал. Западных. И они вот такую штуку практикуют. Типа, три страшных игры в одном видосе. Это удобно. Можно посмотреть. Они разные, в принципе, по контрасту. Забыл улыбаться. С улыбкой. Я просто смотрю еще на себя, когда улыбаюсь. Защи пиздос, бля. Стар демо. Сейчас скажешь, наверное, броняха, короче, упоротый. Нет. Я просто раскрытый, веселый, нормально все. Все нормально. Перед тем, как эту игру запустить, вылезла ошибка. Это Microsoft, Net Framework, что-то там, короче, завершена работа. Нажмите F. Может, не надо? Может, не надо ничего нажимать? Хорошо. Objective added. Наш English is very well. Вот так. Find a way out. Просто найдите выход. Давай поищем. Так, все нормально. Все у нас слышно. Слышно нас или нет? А представляешь, есть каналы, короче, СМ. А, тут надо слушать. Серьезно? Это что-то игра, где надо слушать? Типа я голоса закрыл такой. Бля. Слышишь? А я не вижу ничего. Не надо слушать. Я верну тогда громкость назад. Бля, у кого может быть дома так темно? Я вот не понимаю. Ну, у гуся, понятное дело, фиолетового, да? Он же всегда... Он же грустит, правильно? Он не может понять, почему так темно. Вот и проблема у него. Ой, бля. Почему тут не убрано? Что за пиздец? Я такое видел, знаешь, где? В Пенумбре. Такая херня была. Оттуда огромный такой этот ублюдок вылезал, типа червяка там. О, эффект качания. Таблеточки, понятное дело, принято уже в сто пятьсотых дозах. Клавиатура без компа. Детский манежик. Олежик, манежик. Хорошо. Что делать надо? Как выбраться? Это лампа, знаешь, похожа на ту, которая всяких вот летающих ублюдков, типа комаров там, ввлекает. Что мне надо делать? Надо как-то выбраться. Прыгать, ты умеешь, придурок? Блин, удивительная игра. Есть options. Ультра, хуй ультра. Это понятно, это нормально. Для демки это хорошо. Get out of this place, нам написали. Ну, давай думать. Я, конечно, не Шерлок, мать его, Холмс. Но, наверное, можно вот так выйти, да? Бля, дедукция, детка, дедукция. Я всего Шерлока посмотрел. Я просто шарю. Это я не прощаюсь. Мне просто нравится, как оно выглядит. Так, отдодвигаем это огромное кресло. Мышка валяется. По-моему, мышка от Аймака. Давай сделаем погромче, чтобы орнуть, блядь, чтобы так охуели все, аж соседи, блядь, чтобы пришли. Леж, ты что, блядь? Ты что, там хорроры записываешь, что ли? Говорю, нет. Все нормально. Можно я туда пройду? Там двери. В двери зайти нельзя. Ладно. Игра как бы намекает, что если у тебя дома есть такая дырка, то тебе надо в нее определенно зайти. Тут очень двусмысленно, двоякое ощущение дыры. Куда мы, блядь, идем вообще? Если бы это был проход в какой-нибудь магазин, так в пятерочку, понимаешь? Это под Ашаном. Прорыл себе, блядь, туннель, чтобы никто не палил, блядь. Вот это было бы хорошо. Вот это заебца. А-а-а, понял. Я понял. Я понял тебя, игра. Ты хочешь поиграть со мной, сучка? Да? Давай поиграем. Давай сыграем с тобой в суперигру. Я посмотрю в щелку. А то нихуя нет. У консервы есть, смотри. Рыбный тунчик. Найдите выход. Вроде ничего страшного такого. О, ключи. Блядь, надо потише сделать. Я реально могу... Я могу орнуть. Я, конечно, не из тех, кто там... Вот это вот ор. Но если я испуг... Если я испугаюсь, мало, блядь, не покажется. Так что нормально. Табуляция. У меня есть ключи. Хорошо, я понял. Я понял. Я понял тебя, игра. Охуенно. По крайней мере, здесь мы продвинулись немножко дальше, чем обычно, понимаешь? То есть тут уже хоть что-то есть, хоть что-то работает. Потому что там вообще пиздец был лютый. Нет, игра, в принципе, неплохая. Я же говорю, многие проекты делают. Опять же, один человек, один студент там склепал это дело. Я просто пытался прислушаться, ходит ли здесь кто-то или нет. Какие-то ящики, блядь. Я просто тупо коридором. Я даже толком бегать не могу. Нормально? Нормально. Выход. Когда ты видишь на полу огромное количество крови и как бы надпись «выход», блядь, ты должен подумать, братан, наебывает ли тебя игра. Блядь, там только что половина кого-то появилась и упала. Половина меня, половина тебя. Половина нас с тобой. Блядь, там реально половина человека. Можете на паузе посмотреть. Там вот всё, что ниже, вот верхнюю часть рубанули, и, видимо, верхняя часть текстур где-то там дальше блукать пошла. Нормально, хорошо. Заимопись. Хоррор. Выберись из дома. Блядь, скирот, ладно. Я помню SCP, самое начало, 12-й год, мы спускались по лестнице, миллион пятьсот этажей. Это было страшно. Это было охеренно страшно, братан. Это тоже типа SCP, да? Как она там называлась? Blame Him, по-моему, игрушка у нас. Страшно. Очень страшная игра. Я уже успел обхезаться, короче. Телефон опять у нас здесь. В смысле? А у меня ключа больше нет. И где мне его брать, по-твоему, а? Половина тела должна мне сказать, где ключ взять. Так, здесь ничего. Прыгать, наверное, нельзя. Сейчас я поднимусь наверх, а там такой, а-а-а, напугает меня сразу. Я такой обосрусь. Чувствуешь, я как наперед, я как шахматист. Я как Каспаров, блядь, наперед, продумываю. Вот это было сильно. А-а-а, тут загад... Что ты делаешь, блядь, идиот? А, ты таска... Можно тащить это? Может, надо разбить? Что-то мне не нравится то, что ты делаешь, братиш. А, смотри, мы можем, короче, кинуть, да? Скинуть. Нет, скинуть нельзя. Я подумал, типа, он этот... Это пианино туда сбрасывает, оно ломается, и мы, типа, находим какой-то ключ там или еще что-то. Что тебе это дает, объясни мне? В этой стенке просто ничего такого интересного нет, поэтому... Поэтому вот так. Стремянка. Мне кажется, стремянка была бы более полезна. Так, давайте думать. Когда мы начинаем говорить о Шеллоке Холмсе, мы сразу начинаем понимать, что от нас хочет игра. Играть не надо. Может, я просто должен реально зайти с той стороны и посмотреть, может, там где-то на стеночке задней что-то есть. Что-то есть вообще тут? Симулятор поднятия пианино, бля. Ну, это было бы хорошо. Я не очень понял, зачем. Что это надо делать здесь? Фонарик может овнуть. Подожди. А если оно начало как-то работать? Может, реально его туда сбросить? Нет, просто не получается. Странно. Что-то пока наша дедукция здесь не срабатывает. Я не очень понимаю, что от меня хотят просто. Первое, о чем ты думаешь? Сломать, чтобы что-то достать. Как было с вазами, разными кувшинами. Ты достаешь оттуда ключ, и ты охеренно крутой чувак. Там что-то есть дальше. Ну, а в противном случае сбросить нельзя. Поиграть нельзя. Открыть нельзя. Что ж тогда, блядь, можно? Что с ним делать-то? С этой хернёй, блядь. В это очень сложно поверить, но... Его нужно скинуть. Его реально надо... Я зашёл посмотреть. Я зашёл, посмотрел. Чувак-американец проходил. Он тоже в шоке. Что делать надо? Но у него получилось. Мы же сразу с вами сказали, что это сраная, блядь, это пианино. Надо сбросить. Но у меня не получалось. Смотри, я вот пытался. Ах ты, сучка! Ну как так-то? Ой, блин. Ты прикинь, как всё оказывается. Я же говорю, это симулятор. Бля, надеюсь я, что в жизни так оно не работает. Понимаешь? Если бы так сбрасывали, это было бы плохо. Я уже начал думать. Может быть, там ключ. Может быть, там ещё какая-то херня, блядь. Там это, стриптизёрша вылезет такая из пианино. Нет. Вот тебе стриптизёрша, блядь. И пианино. Его нужно, короче, вниз. Потому что наверх это было бы, даже, наверное, не хоррор, это была бы какая-то трагикомедия. Сдым сквозь дым. Но кто бы мог подумать? А где страшные моменты? Нет, это было страшно. Если бы я, например, так делал, я бы спину уже надорвал. Наверное. Хотя нет. Господи Иисусе, что это у нас? Фикшн. Хорошо. Хорошо. Давайте попробуем. Вот знаете, как на Новый год? Вот есть Дедушка Морожь, есть Снегурочка. Снегурочку Деда Мороза обычно зазывают. Типа, да? Там, Снегурочка, приди. Давайте по три раза попробуем с тобой негромко. Так, чтобы никого не будить, не шуметь. Прикрикнем. Может быть, появится что-то страшное. Join us. Так, давай за join us. Join us. Join us. Понятно? Я понял. Я все понял. Я все прекрасно понимаю. Join us. В общем, эболевина. Хорошо. Тут светло. Можно фонарик, в принципе, оффнуть. Ключей никаких я не вижу. Ничего у нас такого страшного здесь пока нет. В чем страшность? Непонятно. Смог Гейб. Кури Гейба. Я думаю, что Гейба курить не надо. Half-Life подарить его еще нет. О, реалистичные мухи. Давай. Давай зайдем. Давай залетим в этот рой мушины. Блядь, послушай. Поймал, нет? Я думал, что они настолько реальные, как будто они в моей башке. Я думал их поймать. Не получилось. Хорошо. Хорошо. Поехали. Что же, следующая комнатка нам покажет? Какой рюкзачок хороший, смотри. They kept. Кепт камин. Вроде бы. Что-то там kept камин. Как в песне практически. Кури Гейба. Пошли курить Гейба дальше. Монстры, вы где? Привет. У меня в первом хорроре уже были баскетболисты. Давайте, давайте, бездомные. На-нах. На-нах. Отлично. И что? Понятненько. Это можно тоже двигать, да? Может, надо друг на друга? Можно-то разъебенить. Давай накажем этот ящик. Видимо, ужас этой игры в том, что ты можешь наказывать ящики. Нет? Ящик наказывать не получится, да? Блядь. Он так быстро туда залетел. Я подумал, что вот она сильно запихали. Это я загружался. Мой Windows 10 пытался прогрузиться в башке там. Блин, а вот реально, вот если бы в наших головах были бы операционные системы, какие бы были бы у вас. Блядь, вот этот ящик же явно просто, не просто так здесь, да? Давай, пиздуй первый. Иди первый, блядь, проверяй что-то за говно. Я не пойду, блядь, один. Иди давай. У меня был когда-то системный блок Роберта. Я думаю, что Алтфаги помнит. А вот это у нас ящик. Ящик Тома. Томасом можем его назвать. Как паровозик Томас. И мяч. Бля, как бы мяч назвать? Не знаю. Честно, не знаю. Кровацию будем, нет? Не в этой жизни, видимо. Сюда можно прятаться. Это мы поняли. Либо нам придется возвращаться назад, что, кстати, вполне себе вероятно. Как эту херню разбить? Давай, иди, блядь. Иди. Иди первый. Не проверяй. То есть мы его туда запихнем. Смотри, ба-бах. Отлично. На ящик, видимо, можно запрыгнуть или как-то разбить его. Нет, об бошку не получится. Очень узкий коридор. Кевин Вагнер. Двенадцатый грейд. У Кевина Вагнера, я так понимаю, ничего тут интересного нет. Нет. Ладно. Допустим. Очень страшная игра. Я играл что-то подобное. L-Shift to Run. А зачем? А ящики, наверное, монстр. Типа останавливать его, что ли? Осторожно, мокрый пол. Туда можно пройти. Блядь. Тут стены не было. Что за хуйня? Бля, мне уже не нравится. Вот уже напрягает эта херня. Фароль. Не, не работает. Keep out. Don't enter. Антоха Исак. Семнадцать лет. Наверное, разработчик. Не знаю. Я не знаю и не хочу знать. Бежать на левый шифт. Это бег, блядь, называется? О, там что-то есть, смотри. Там эти... Кусачки. Кусачки можно взять. Наверное, надо разбить чем-то, да? Мечом. Да, угадаю. На хуй там. Ох, бля. Ладно. Конечно же, куда же зайти, как не в женский туалет. Открываем. Здесь должно появиться что-то. Что было, блядь. Сейчас открываем, а там на толкане монстр сидит. Вот это было бы хорошо. Это было бы весело. По-моему, стогна бумажку, братишка. Бумажка, братишка. Все нормально. Мне нужно как-то туда попасть. Здесь огромное количество ящиков. В ящиках, наверное, нихера хорошего нет. Это типа был какой-то... Это какая-то школа, наверное. Видимо, мы за студента играем, за школьника. О, красная дверь. По-моему, тут говорилось, типа, найди красную дверь и сбеги отсюда нахрен. Что это такое? Прикинь, мы вызвали лифт с монстром. А сейчас придется по съебам давать. Это будет печально. Судя по зву... Блядь! Бать! Ты, блядь! Я чуть не упал, блядь, со стула. Ты что? Я же говорю... Я тебе говорю, я просто Шерлок, блядь. Реально. То есть я вызвал лифт с монстром, который меня с ног сбил. Ой, блядь. Он, наверное, подумал, что это мы ссали в лифте. Ну ладно, не страшно. Не страшно, нормально все. Пацан, ты живой? Это я ходил, ходил, рояли сбрасывал. Чтобы вот эту вот херню... Вот это вот, чтобы меня просто так убили. У меня только один вопрос. Где это все? Где все, что нам здесь показали? Этого не было. Был только чувак, который меня выбросил. Ну что? Спасибо, что поиграли в нашу демку. Спасибо. Оно прикольно, но это нудно. Вначале очень долго нудно было. Погнали. У нас еще один хоррор, так что я не прощаюсь. Все бы, конечно, классно. Все бы просто супер, но я эту менюшку уже видел. В игре, которую мы и обозревали недавно, про зомби. World of Zombies называлась. То есть это как темплейт. Знаешь, вот когда сайты делают, есть такие вот темплейты, заготовочки. Я так понимаю, что это, видимо, тоже заготовка, потому что у этой игры такая же менюха. Один в один, только там другие картинки были. Ну что ж, третья игра на сегодня называется Hotel Nightmare. Hotel. Ну что, давайте посмотрим, что вам за Hotel Play. Да, отлично. На фоне прекрасной музыки. О, можно захардиться. Давай на Medium. Попробуем на Medium. Мы же опытные. Хули, у нас же опыт как бы есть. Что так быстро? Ёпт. Я за робота? Я за манекена играю, что ли? Я играю за манекена. Вот такой манекен, суровый, бля, пацан именно. Это хоррор. Должен быть как бы ужастик. У нас ужастики сегодня. Алло. И что-то непонятно, непонятненько. Еще быстрее может открываться эта дверь. И поставить сюда. Давай попробуем. Нажмите табуляцию. Show Info. Не очень понятно, что происходит. Это очень похоже на какой-нибудь портал, что ли. На портал, да? Портал-портал. Видимо, должны какие-то опыты проводить. Хер его знает. Я вообще ту игру скачал. Что? Я не понял, что это мне хотят. Ну, что-то, короче, там Бабеха сказала. Притом, это тот, который голоса зачитывает. Этот робот. Донатный. Может, этот донат какой-то старый пришел? Не, вряд ли. Я просто смотрю, вообще там что-то со звуком какая-то. А-а-а. Activator. Я понял. Я так и думал. Вот точно так же и думал. Интересно, в какой стороне хоррор? Здесь, здесь или, может быть, туда надо пойти? Давай сюда сходим. Я понял, кажется. Мы сегодня прям день понятливых. Знаешь, что это такое? Это, наверное, как в этом анимусе. Типа, ты лежишь. Потом к тебе воспоминания там подключают. Или ты свое отдаешь. И где-то здесь должен быть хоррор. Наверное. Там вообще-то отель был. Почему загрузилось это, я не понимаю просто. Понятно. Отлично. Но что-то здесь страшным не очень пахнет. Это мы точно... Я вроде качал, как бы нормально должно было быть. Блин, весело. Active Area. То есть мы должны куда-то выйти. В какую-нибудь арену уже, чтобы что-то где-то происходило. Понимаешь? Потому что это немножко печально. Такое видеть. Может сюда? Может я лягу сейчас вот сюда вот? И все начнется? Ужас. Страх. Отельчик. Нет. Ничего не начнется. Блин, манекен такой стрёмный у нас. Ну, типа симулятор ходьбы. Я тебе говорю, игры вот эти, которые делают на коленке вот склепанные, оно вроде прикольно с одной стороны, но ты понимаешь, что где-то, короче, тебя обманули. Да, оно бесплатное, я понимаю, но все равно. Так, может быть сюда надо лечь? Может это специально для нас? Точно ты смотри, блядь, точно. Сейчас в отеле какого-то сраным окажу, старым. Я был прав. Это как анимус. Ёпт твою мать. Что-то, по-моему, оно реально стрёмно смотрится. Я как-то могу пройти, наверное, здесь, да? Я не хочу туда идти. Мне не хочется. Ну, реально, ты играешь за манекеном. Я уже растительность где-то видел. Уже где-то была она, по-моему, тут. Так, спокойно. Тихо, 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 тихо. А что сел? А, батарейка. Блин, мы вернулись в те прекрасные времена, когда батарейки у нас были ограничены. Тут ничего. Что делать? Нажми Е для интеракта. Очень медленно всё происходит. А, нужен ключ. Я понял. Я тебя прекрасно понял. Задаешь себе один простой вопрос. Если тут горит свет, почему этот свет узконаправленный? Почему оно так? Отель кошмаров. Пока что единственный кошмар это то, что мы сюда пришли. Мы, слава богу, хоть нашли, как сюда попасть. А вот что делать дальше уже, блядь, вопрос просто пиздец. Быстрее, 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 батарейка, быстро. Мне надо сюда зайти, да? Мне придётся. Партика. Не, не смешно, не надо. Не смешно, ни хера. Чё разбилось? Чё-то разбился телик, по-моему. Блядь, в этих ебейческих теменях ничего не... Спасибо. Я подождал, пока всё у вас... По-моему, слева. По-моему, вот это вот у нас открылся. А ещё здесь упадёт, сейчас разобьёт. Тихо. Матрас. Не делай это, перестань это делать, блядь. Перестань это делать, ток. Не нужно этого делать. Бля, могу на матрас зайти. Это как в детстве, типа... Я в домике. Я в домике, всё нормально, всё хорошо. Батарейка, вот больше всего в этой игре, кроме... Подбешивает батарея, которая всё время садится в фонарике. Блядь, такие технологичные, чуваки. Я погромче сделаю. Я сделаю специально погромче, чтобы было более орно. Батарея, пожалуйста. Лёд. Чего? Ч-ч-ч, что происходит? Звук как будто что-то горит, что ли, или воспламеняется. Но это вроде не жопа наша. Непонятно. А, это пластинка. Подожди, тут же написано S-Ice. Это типа лёда-генератор. А, она заиграла музыка из лёда-генератора. Что-то в этом мире не то творится. Так. Сюда никак, да? Блин. Злоебучая батарейка. У меня был фонарик где-то здесь. Маленький такой. Блядь. Хуя, бля, реалистичный звук. Я подумал, реально кто-то стучит. Вот это стрёмная хуйня была. Я тоже так умею. И плеваться тоже умею. О. Подожди, батареечка сейчас зарядится. И потом пиздечу хочешь. Нет, не надо. Я, видишь, я как-то не страшно, я машинально приближаюсь. К страху поближе. Всё. К пиздецу поближе-то этому. Всё, пошли. 148-я у нас. Хорошо. Съебал. Так, 148-я. Вот это, по-моему. Блин, не, ну такие скримеры прикольные. Сейчас, батарейка, подожди. Подожди, скример не пугай. Стоять. Всё, пугай. Бля, тут бинаральный звук, что ли, этот юзнули из резидента. Я тебе говорю, там, когда в таком-то постучали, я подумал, что это реально где-то в стену хуярит. Хуярить можно. Что это такое? О-о-о, дулс-хэт. Не твоя липушка? Не хнычь ты. У меня платка. Не фонарика, блядь, не платка. Не подготовился к хоррору сегодня, видишь? Не взял весь комплект. Так, мать, не рыдай. Всё нормально. Сейчас найдём остальную часть куколки. Всё будет зашибись. Смотря сверху вниз. А вот это было закрыто, по-моему. Сучка, батарейка, блядь. Я помню, как-то делали вот так. Вот такой вот звук, короче, делаешь так вот щекой. Да не плачь ты, блядь, ну хоррэ уже, ёпта. Хватит, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Страшно. Это что? А, это ключ. От 149. Мать плакала-плакала. Мы зашли. Она начала орать. Меня троллит капелька, походу. Капелька, блядь. Чуваки делали в школке, я тебе отвечаю, серьёзно, серьёзно говорю. Как-то делали так вот бум, щекой делаешь такой звук. И получается звук капельки. Я думаю, многие шарят в этом теме. Так, 149-ю у нас. Под весёлый гнусовый кантри, пойдём с тобою мы в 149-ю. Где это, блядь, 149-я? Вот тут, по-моему, должна быть 44, 149. Я с радостью... Я с радостью... Я с радостью... Я с радостью... Да, наверное, было бы правильно тебе сказать. Сорян, я готов помочь. Что я, блядь, нашёл? Что это было? Я даже... Я даже придвинулся почитать. Ключ от какой-то комнаты, блядь. Хлаваладин. Тут нормально-то ключи раскиданы. Помоги мне, сказала маленькая девочка. Хорошо. Ключ от чего? А от нижней той, да, мы нашли? Как же зебал-то ток, блядь. Как же он вздрыживает меня уже. Хорошо. Тут была где-то закрытая вот эта, по-моему. Ты будешь умереть в там. Ты будешь умереть в там? Короче, Анна сказала, ты сдохнешь? Ты идёшь к своей смерти, блядь. По голове себе постучи. Я не упомяну тебя. Они, знаешь, учились у великого и опасного мастера. Как его там звали, господи? Я забыл. Короче, хоррор делает японские эти. В этом мухе, или в этом мухе, смотря как ты смотришь, слушаешь, всё время злоебучий ток. Дзынь, дзынь, дзынь. В другом мухе капает вода. Где-то здесь девочка всё время говорит, я тебя убью, я тебя найду, я тебя убью, я тебя выпарю, я тебя изнасилую и так далее. Психологическое давление, хули. Так, здесь ничего не открывается. У меня был ещё какой-то ключ, мы взяли. А хер знает, что он открывает. Чё же там открывает, блядь, батарейка сейчас сядет. Пиздос. 247-я. А у меня не вообще ничего нет, а 247-ых. А двухсотых, точнее, ключей у меня вообще ни хера нет. Так, 247-я. Давай зайдём, посмотрим, что здесь. Ты хочешь поиграть в прятки? Ты прячься, я тебя найду. В смысле, блядь, мать, не надо. Я типа запрятался. Спасибо за играть в демо. Чё-то мало. Не пиздец. Не пиздец, не надо. Уйди, уйди, уйди. Всё, пообщались. Мы с девочкой нашли общий язык, общие контакты. Говорит, всё нормально. Rate me, follow me, join Discord. Видишь, мой выход есть. А как нажать? Здесь нету курсора мыши. Не могу нажать. В общем, это наш первый пробный, как говорится, забег в трёх хоррорах, в одном видосе. Было стрёмно, было необычно. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться. Всего хорошего. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!